Дружко, коровай, крае! Дружко, коровай, крае! Дружко, коровай, крае! Концерт Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца Айкай надолго останется в памяти казанцев. Каждый выход его артистов на сцену яркий и самобытный. Название коллектива Айкай переводится с Удмуртского как «Радостное мгновение». Трудно представить себе страну Европы, где не побывал бы театр Айкай. Хорватия, Венгрия, Финляндия, Голландия, Франция, Испания, Италия. Я очень боюсь обидеть какие-то страны, но все перечисленные мной страны. Мы в театре Айкай там побывали. Мы вот в случае были один год в Германии. Замечаем зрителей. Один человек очень на кресле, и он присутствовал на концерте. Потом второй концерт. Они не в одном городе, там небольшие города. Переезжаем, и он везде присутствует. И было удивительно и приятно. Он все так воспринимал. Через год, если я не ошибаюсь, коллектив поехал в Голландию и видит опять этого человека на концертах. Вот так вот воспринимал. В 2014 году была поездка во Францию. Длительная поездка полтора месяца. Тоже фестивальная поездка. И там разные города. И вот небольшая, по-нашему это деревня или небольшой город. Залы полные. То есть люди культуру воспринимают. Живую культуру. Та, которая фольклорная культура. Очень достойна. Там они не бесплатные концерты. То есть люди покупают билеты. Идут. Явно там не так много говорящих людей на удмуртском языке. Отзывы великолепны. Люди воспринимают это. Видишь о том, как зритель реагирует на номера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На протяжении 28 лет, а именно столько существует утмуртский коллектив, они выносят на сцену подлинные образцы народного творчества. И воспитывают слушателей в любовь к аутентичному искусству. Вообще, мне кажется, что фольклор в наше время уже становится элитарным искусством. То есть это прерогатива более таких узких специалистов. К сожалению, так. Потому что вот тенденции сейчас у нас такие. У нас кто? У нас популярный Егор Крид, да, бастл, молодежь, рэп. Кстати, у нас в Удмуртии очень сейчас популярен рэп сам по себе. И я, в принципе, это поддерживаю. Это все хорошо, это все классно. Но вот хотелось бы, чтобы мы не забывали все-таки свои корни. Субтитры создавал DimaTorzok Уникальная манера звукоизвлечения Богатые колористические находки. Все это артисты черпают у носителей традиций. Бабушек из глубинки. В общем, музыкальный язык, да, приходится осовременивать. Но мы стараемся не злоупотреблять этим. Потому что наряду с тем, что, наряду с какими-то модными тенденциями, мы должны все-таки истоки свои хорошо знать, показывать, что вот те песни, которые пели наши бабушки, они классные, их надо слушать, их надо понимать. А для того, чтобы понимать, их хотя бы надо слушать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Коллектив ансамбля не только бережно сохраняет традиции культуры ульмуртского народа. Айкай доказывает, что фольклор может звучать очень современно. Недаром коллектив славится своими экспериментами в области синтеза жанров. Мы участвуем в разных проектах. С какими-то известными певцами, с какими-то коллективами известными, то есть более популярного жанра, так скажем. И тогда в этом случае у нас появляется контингент более молодой. Мы работали с молодым человеком, который читал рэп, а мы параллельно пели свои фольклорные мотивы. Но мне показалось, это было интересно. И такая-то появилась популярность среди молодежи вот этого стиля, так скажем. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Геннадий Кузнецов – артист, стоявший у истоков ансамбля. Трудовой путь он начинал в коллективе «Италмаз». Позже организовали ансамбль «Айкай», чтобы представлять народу удмуртские песни и танцы. Геннадий Кузнецов – артист, стоявший у истоков ансамбль «Айкай». Геннадий Кузнецов – артист, стоявший у истоков ансамбль «Айкай». Геннадий Кузнецов – артист, стоявший у истоков ансамбль «Айкай». Геннадий Кузнецов – артист, стоявший у истоков ансамбль «Айкай». Геннадий Кузнецов – артист, стоявший у истоков ансамбль «Айкай». Основу театра «Айкай» составляют возрожденный фольклор и обновленные народные песни. Кроме сценической и вокально-хоровой составляющей, коллектив уделяет огромное внимание музыкальному мастерству и инструментальному исполнению народных песен. Геннадий Кузнецов – артист, стоявший у истоков ансамбль «Айкай». Геннадий Кузнецов – артист, стоявший у истоков ансамбль «Айкай». Кроме семейно-бытовых и календарных обрядовых постановок, зрители увидели и промысловый фольклор. Любые важные события в своей жизни, особенно связанные с добыванием хлеба насущного, они облекались в обрядовую форму. КОНЕЦ 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 Немалую роль в подготовке стерилизованных постановок занимает изготовление сценических костюмов. У нас раз костюмов не было, мы раньше специально выезжали немножко пораньше на концерты по деревням Удмуртии. И собирали там, значит, у бабушек, выкупали даже из сундуков вот этих старинные такие, их платья вот эти национальные, которые даже они пахли нафталином, это все уже, конечно, они хранятся там. И вот мы это немножко по себе уже там девчонки наши шили, и так мы выходили на сцену. В ансамбле Айкай реконструировали не только костюмный комплекс Удмуртов, проживающих в республике, а также за ее пределами. Этнографические группы заметно отличаются друг от друга своими историко-культурными особенностями. Поэтому, если вы взглянете на костюм, на манеру исполнения песен и танцев северных Удмуртов, Нижнечебецкая группа, которая живет в Кировской области, и сравните их, скажем, с танцевальным фольклором, костюмным комплексом Удмуртов Башкортостана, которые живут в 60 километрах от Уфы, на взгляд непосвященного человека это будут два разных народа. КОНЕЦ КОНЕЦ ВСМАТРИВАЯсь в детали представленных синических образов, зрители знакомятся с красотой и разнообразием одежды северных, южных, закамских и завятских Удмуртов. Каждый артист Айкай – и танцор, и певец, а музыканты играют на множестве музыкальных инструментов. Вот он, пример синтетического артиста, которому подвластно все. КОНЕЦ Кто танцует, тот и поет. И играют еще на инструментах разных. Поэтому тут непонятно даже. Вот вроде вышел, поплясал немножко, а потом вышел, спел. Это как в народе получается. Вот в народе поплясал, поплясал, и тут же начал петь. Ближе к народу это. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В репертуаре коллектива есть удмуртские, русские, татарские песни. Сейчас в ансамбле выступают 25 артистов. Среди них есть и профессиональные исполнители, музыканты и мастера декоративно-преподного искусства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас даже есть программа для школьников. Мы решили сделать отдельную программу, интерактив, так называемый, со школьниками, причем разных национальностей, мы показываем удмуртскую культуру. То есть на экране у нас идет... Мы все это совмещаем и с видео, и с мультфильмами, и просто с играми, с детьми. Поэтому... И мне кажется, это стало получаться. Дети стали узнавать про нашу национальность больше. Потому что по телевидению, к сожалению, этого вообще очень мало. И, к сожалению, хочется сказать, да, что до них информация не всегда доходит. До них надо и эту информацию еще донести. Чтоб не забыли нашу культуру удмуртскую. Чтобы не только мы, чтобы наши дети, вот, они несли дальше нашу культуру. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Да, мне кажется, фольклор у меня уже впитался вот как-то в мою душу. Я вообще сейчас как-то и не... Я сторонник любого жанра, всех видов. Я люблю классику, я люблю и рэп иногда послушать. Я всё люблю, но всё-таки ближе мне вот эти вот мотивы родной мамы, родной бабушки. Как-то так сложилось, да. А чем дальше, чем взрослее становишься, тем больше слушаешь вот такую музыку. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Артисты ансамбля «Икай» вносят большой вклад в сохранение фольклора удмуртов, традиций и обычаев. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы много читали о нём, что он очень жизнерадостный, что он очень красочный, что он очень такой яркий. И хочется посмотреть соседей. Я сам творец, а это удмурский коллектив, и мне интересно посмотреть культуру удмуртского народа. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ КОНЕЦ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...